Здравствуйте, Марина Романюк! На ваших экранах подведем итоги недели в городе. Смотрите в выпуске. Сканируя воздух, новый метеолокатор поможет следить за состоянием атмосферы. Маршрутный рейд. Автоперевозчиков проверяют на соблюдение законности. Смертельная жажда. В селе Высокое мужчину убили, по сути, за бутылку водки. В Рязанском районе установили метеолокатор нового поколения. Пункт оснащен современным отечественным оборудованием и позволит повысить уровень гидрометеорологической безопасности региона. Данные наблюдения теперь будут использовать в оперативной работе прогностических управлений Росгидромета, МЧС России, органов власти, а также различных отраслей экономики. Вот этот красно-белый шарик и есть новый доплеровский локатор. Вернее, сама антенна расположена прямо под ним. Таких в России вместе с Рязанским уже 53. Большая часть европейской части страны и даже хвостик азиатской для областных метеорологов теперь открытая книга. Конечно, после этого мы намного спокойнее начнем себя чувствовать. Он позволяет более точно предугадывать погоду и, самое главное, такие серьезные погодные явления, которые могут повлиять на какие-то сферы жизни. Конечно, для промышленности, для экономики это очень важно. Дуплеровский локатор может с высокой точностью измерять скорости движения воздушных потоков, так сказать, просвечивать облака и определять приближение неблагоприятных условий. Каждый локатор работает в 10-минутном режиме, то есть каждые 10 минут на дальность до 250 километров мы видим облачность, осадки и связанные с ними неблагоприятные или опасные погодные явления. И, соответственно, видим, куда движется облачность, ну и к чему это может привести. Информация с каждого локатора поступает в центр сбора и обработки данных и отображается на интерактивной карте. Причем следить за погодой все желающие сегодня могут буквально в прямом эфире. Информация о быстро развивающихся стихийных явлениях доступна не только власти, но и обычным людям. Создание в стране единого метеорадиолокационного пространства продолжается. А чуть ранее о начале модернизации сети мониторинга атмосферного воздуха в Рязани заявил первый заместитель министра природопользования Александр Акимов на специальном брифинге. 45 миллионов рублей направит Минприроды на закупку измерительного оборудования на стационарные и передвижные посты. Такое поручение дал губернатор Рязанской области Павел Малков. По словам первого замминистра Александра Акимова, это будет дублирующий комплект. Он будет применяться, когда оборудование постов будет проходить проверку. Как правило, это занимает 2-3 месяца. И раньше в этот промежуток времени никаких замеров не было. Теперь будет страховка. Даст самое главное непрерывность замеров. Непрерывность проведения замеров на наших постах стационарных и лабораториях. Это даст нам возможность удовлетворить запрос общества. Потому что общественность очень негодует, когда наши посты и лаборатория уезжают на проверку на 2,5-3 месяца. Расположение стационарных постов мониторинга определила еще в 2008 году главная геофизическая обсерватория имени Ваейкова. Спустя 5 лет документ доработали. Сейчас в нем определены точки не только для стационарных, но и передвижных постов. Чтобы объективная картина была по каждому микрорайону. Маршруты передвижной лаборатории строят на основе обращений местных жителей. Стационарные посты, которые расположены у нас в Канищево, это на территории областной больницы. В Кремле, на территории Кремля. И в Дашковой песочке, это на территории 11 больницы. Они работают в автоматическом режиме. То есть там стоит оборудование, которое делает замеры каждые 20 минут, круглосуточно, и днем, и ночью. И информация направляется о замерах на сервер. Соответственно, сервер информации может сниматься как на компьютер, так и на устройство с андроидом. Измерение состояния атмосферного воздуха Министерством природопользования – это, конечно, не столько обязанность, сколько право. Поэтому свои замеры проводят параллельно Росгидромету, на которой по закону и возложено обеспечение государственного мониторинга окружающей среды. С появлением нового оборудования, которое поставят в регион уже в первой половине года, рязанцы будут постоянно получать информацию о состоянии воздуха, а Министерство – выявлять источник загрязнения. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания. Город. Специалисты Управления транспорта совместно с инспекторами автодорожного надзора проводят рейды по нарушениям автоперевозчиками транспортного законодательства. Кроме того, доводители доводят категорический запрет высаживать из автобусов несовершеннолетних. Нам огнетушитель покажете еще? На остановочных пунктах Княжьи Поле, Семчино и Недостоева масштабная проверка. Вместе с инспекторами Восточного межрегионального управления госавтонадзора работают сотрудники управления транспорта. Их интересует абсолютно все. Наличие электронных информационных табло и речевых информаторов, дублирующих информацию об остановках для инвалидов. Ревизоры штудируют документы о наличии сведений в договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Проведены мероприятия, направленные на пресечение и выявление перевозчиками нарушений в сфере транспортного законодательства. Инспекторами с водителями проведены дополнительные консультации о запрете высадки пассажиров, недостивших несовершеннолетнего возраста. Ревизоры также дополнительно проверили соответствие транспортных средств характеристикам, предусмотренным карты регулярных перевозок. Рейд прошел по маршрутам 30М3, 75М5, 90М2, 58М2 и 46М2. Причем на маршруте 30М3 нарушения были выявлены. Рейдовые мероприятия будут продолжены. Житель Рязанского района предстанет перед судом по обвинению в причинении смертельных травм односельчанину. Причиной, по сути, стала взятая без спроса бутылка водки. Совсем недавно следователи Рязанского межрайонного следственного отдела закончили расследование. Подробности далее. Отправной точкой этой истории стал небольшой магазинчик в селе Высокое. Продавщица – супруга местного жителя. Уже и вместе вроде они живут. И новый сожитель появился. Но, видимо, узы оказались нерушимы. И вот по старой памяти бывший решил зайти. Ближе к вечеру потерпевший зашел в магазин и без разрешения своей сожительницы схватил с прилавка спиртные напитки, после чего отправился к себе по месту жительства. О произошедшем сожительница потерпевшего сообщила своему нынешнему мужчине, возлюбленному. Новый возлюбленный продавщица пришел к воришке решить конфликт полюбовно. Говорит, хотел просто поговорить. Постучал, подергал ручку, открыто. И буквально на пороге столкнулся с хозяином. Дружеского разговора, увы, не получилось. Завязалась драка. У гостя с собой оказался складной нож. Он меня бьет, получается, с подшагом пытается мне шагнуть, ударить. А я шагаю в эту сторону. И вот так вот из-под низу я вытащил нож, и ему ткнул в область ноги, бедра. Получается, как бы внутрь он шагал. Ткнул, он ай-ай. Я говорю, ну ты что? Я вот так его отталкиваю. Единственный удар оказался смертельным. Лезвие вошло в бедренную артерию. Медики говорят, что при таком ранении помощь нужно оказывать в течение двух-трех минут. После смерть. Все, что сделал мужчина с ножом, обмотал ногу рядом лежащей тряпкой и побежал к своей суженой. Говорит, что скорую вызвать даже не подумал. Как и попросить об этом соседей по лестничной площадке. Как итог, похититель спиртного скончался на месте. Он обвиняется по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы. Уже потом обвиняемый расскажет, что убивать человека он не хотел. Да и бил ножом в ногу только потому, что боялся ударить серьезнее. Но получилось совсем наоборот. Теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Администрация Рязани опубликовала список из 24 стационарных площадок, где торговцы смогут ежедневно заниматься торговлей. Сообщение появилось на сайте городминистрации. Таким образом, городские власти хотят систематизировать стихийные рынки. Стихийные рынки в Рязани давно являются камнем преткновения. Торговые палатки разбиты то в одном, то в другом месте, порой не самым подходящим. Администрация ведет борьбу с несанкционированными местами торговли давно. Но такие рынки возникают либо в других местах, либо возобновляют торговлю через некоторое время по тем же адресам. Продавцы, особенно пенсионеры, торгующие своим скромным урожаем, сетуют на то, что и рады бы разместиться на официальных рынках. Но из-за высокой аренды такой вид бизнеса становится убыточным. Так как же сделать, чтобы было удобно и продавцам, и покупателям? И никому не портило впечатление от городских видов. На днях в администрации утвердили список адресов, по которым торговля на улице будет разрешена. Это пересечение каких-то пешеходных трафиков, для того, чтобы людям было удобно подъехать, для того, чтобы им удобно было дойти, и для того, чтобы население города Рязани и гости города получали качественную продукцию именно рязанских сельхозтоваропроизводителей по доступным ценам. Вопрос торговли в непредназначенных для этого местах не раз поднимали на совещаниях мэра Елены Сорокиной с руководителями структурных подразделений. В результате подбор площадок, рекомендованных администрацией, сделали таким образом, чтобы в каждом районе было достаточное количество торговых мест для рязанских производителей. Этих мест 24, они находятся в каждом из четырех районов нашего города. В первую очередь для того, чтобы было удобно и продавцам, и покупателям. Эти места определены на точках наибольшего трафика. И для того, чтобы было удобно реализовывать свою продукцию. Тем, кто хочет на этих торговых площадках реализовывать свой товар, необходимо обратиться в Министерство сельского хозяйства для обязательного получения письма-приглашения, которое дает разрешение на осуществление торговли. Дом 16А по проезду Грибоедова в прошлые выходные наделал много шума в прямом и переносном смысле. Несущая стена обвалилась, а по всей высоте здания зияет сквозная трещина. На место выезжали специалисты из администрации. Стена обвалилась утром воскресенья 5 февраля. Однако проблемы в этом доме начались значительно раньше. Протекала крыша, были проблемы с отоплением, канализацией. И каждый год у нас что-то происходит. И вот сейчас опять произошло, это рухнуло. Сотрудники ГОЧС выехали на место происшествия в тот же день. Жителям предложили переехать в маневренный фонд. Однако покидать дом они по каким-то причинам пока отказываются. Все там есть. Все там есть. Переезде всех жильцов в маневренный фонд. Абсолютно всем проживающим в этом доме предложено переехать в маневренный фонд. В комфортабельные довольно-таки условия. Пока что никто желания не изъявил. Сегодня персонально с каждым из проживающих будем еще отрабатывать совместно с специалистами управления ЖКХ города Рязани. Сегодня состоялась межведомственная комиссия. Дом осмотрели представители администрации, пообщались с жильцами. Ситуацию мэрия взяла на особый контроль. В настоящий момент дом не признан аварийным. Мы здесь собрались в межведомственной комиссии, которая как раз-таки принимает решение о признании либо не признании домов аварийных. В доме есть муниципальные квартиры. И администрация на правах собственника наняла экспертов, которые в течение трех дней предоставят заключение. Сегодня межведомственная комиссия экстренно выехала в этом полном составе вместе с экспертом. Эксперт будет делать заключение экспертное. Еще необходимые тут будут проводиться приборные наблюдения. Ну и я думаю, что 95% дом будет признан аварийным. Несмотря на отказ жителей уезжать из дома, специалисты проведут индивидуальные беседы, чтобы выяснить опасения жильцов и предложить каждому свое решение. Маневренный фонд для жильцов расположен по адресу Соборная, 23. Для маломобильных рязанцев предлагают размещение в центре семья. Практику работы семейного центра мы будем тиражировать в районах. Пока что работают выездные бригады, но создание филиалов на местах – дело времени. Об этом заявил губернатор Павел Малков, посетив рязанский многофункциональный семейный центр, который открыл свои двери с 23 января. На одной площадке теперь собраны специалисты соцзащиты, МФЦ, юристы и представители службы занятости. У кого этот центр сегодня востребован больше всего, расскажем далее. К первому визиту губернатора в многофункциональном семейном центре на Электрозаводской 52 без очередей. У каждого посетителя свой специалист, причем на первом этаже принимает людей и с ограниченными возможностями. В одном месте теперь саккумулированы практически все виды помощи. Здесь есть специалисты соцзащиты и службы занятости, открыто новое юридическое бюро и, разумеется, МФЦ. Для семей участников СВУ отдельное пространство, есть даже свой психолог. В предоставлении услуг населению, по словам Павла Малкова, власти работают последовательно. Сначала у нас появились многофункциональные центры предоставления услуг, потом появились такие же центры для бизнеса, появились центры занятости. Мы сейчас вот с вами находимся как раз в центре занятости, который тоже работает по принципу одного окна. А теперь вот появился еще многофункциональный семейный центр, где можно получить услуги, находясь в какой-то сложной жизненной ситуации для многоодетных, для семей, участников СВУ. Многое-многое другое. То есть сюда можно обратиться с любым вопросом и точно рассчитывать, что здесь помогут и подскажут, что сделают в той или иной ситуации и даже предложат и реализуют конкретные решения. Многофункциональный семейный центр работает всего две недели, но уже сейчас здесь можно подбить небольшую статистику. Количество обращений уже исчисляется сотнями и если вначале это были робкие попытки найти совета, то сейчас полноценная поддержка, вплоть до межведомственного взаимодействия. В центре рассчитывают принимать до 20 тысяч человек в год. В основном обращаются сейчас более всего людей это с юридической помощью и также оказание соцподдержки населения, льготы, ЖКХ, детские пособия. За две недели, тот период, который мы проработали, более 200 людей. Из них 300 звонков у нас было и 50 из них уже из Рязанской области. Ряжский, Шацкий, Сасовский жители этих районов звонят сегодня чаще всего. Пока что для них предусмотрена выездная модель центра, но открытие филиалов уже не за горами. Как заявил Павел Малков, после согласования с муниципальными главами, такие МСЦ откроют и в глубинке. Эта практика стоит того, чтобы ее тиражировать. Губернатор Павел Малков на правительстве поручил главам администрации найти помещение для создания районных филиалов семейного центра. Кроме того, речь на заседании регионального Кабмина снова зашла об управляющих компаниях и завершении ремонта на Северной окружной. Услуги многофункционального семейного центра в Рязанской области, особенно в отдаленных ее районах, сегодня самые востребованные. В Клепиковском районе, например, социальный десант специалистов вызвал небывалый ажиотаж. Наверное, поэтому выездная модель должна срочно превратиться в стационарную. Главы на местах должны быть к этому готовы. Я глав администрации уже просил помогать в организации выездных мероприятий этого центра. Теперь прошу оказывать содействие еще и в создании стационарных отделений центра. Нужно подыскать помещение подходящее, помочь по всем вопросам. Я думаю, что сегодня, Наталья Валентиновна, все вам начнут обрывать телефон. Поэтому, коллеги, хороший проект для людей, конечно, нужно его дальше тиражировать. А вот плохую работу управляющих компаний тиражировать не стоит. В топе жалоб на их работу целый ворох обращений от жильцов дома по улице Зубковой, 25, корпус 3. После обрушения технического этажа в апреле позапрошлого года через плиточные стыки сегодня вода ручьем идет в квартиры. Техническая экспертиза пришла к весьма неожиданным выводам. И жалобы на дополнительные сборы стали их следствием. Экспертиза показала, что допущены нарушения при строительстве многоквартирного дома. А дом вот в эксплуатацию 1984 год. Собственники провели общее собрание с участием администрации. В порядке софинансирования были проведены работы по ремонту. Общая стоимость работы обошлась в 6 миллионов. Собственникам необходимо было собрать всего 5 процентов. Это 303 тысячи. Вот об этом собственники нам говорят, что в платежке появился разовый платеж на ремонт крыши. Капитальный ремонт крыши запланирован только в 29 году. Поэтому это был единственный выход сиюминутно устранить такую вот ситуацию. С 27 мая по 30 июля движение по северной окружной дороге будет снова ограничено. Об этом заявил министр транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Павел Супрун. Прямо сейчас на северке в районе расширения дороги обустраивают насыпь и перестраивают сети. К основным работам подрядчик приступит в конце весны, когда будет по суше. Мы хотим завершить асфальтобетонные работы до 30 июля по основному ходу. Впоследствии продолжим выполнять работы по благоустройству. Это и тротуары, и пешеходный тротуар, это велосипедная дорожка, и надземный пешеходный переход, и, конечно, благоустройство. Работы по контракту необходимо завершить до 30 октября. У меня большая просьба максимально эффективно организовать работы на этот период, для того, чтобы люди видели, не как раньше, что работают с 9 до 5, или с 9 до 6, да еще в одном максимум двух участках дороги. А что действительно мы используем это время по максимуму. Да, есть определенные неудобства, но работы идут. Еще одна стройка. Школы в микрорайоне Олимпийский тоже идет по графику. В июне уже будет проект, срок окончания – июль следующего года. Эту тему возьмут еще и на депутатский контроль. Региональное управление МЧС приняло всероссийские ведомственные соревнования по пожарно-спасательному спорту. К нам приехали спасатели из разных регионов. И это неудивительно. Манеж в Рязанской области – один из лучших в стране. Подготовка полным ходом. Сегодня не просто тренировка, которая, кстати, является неотъемлемой частью службы каждого спасателя. Это соревнование между лучшими, самыми опытными, самыми быстрыми и выносливыми. Здесь, на манеже, главное значение – имеют ловкость и скорость. Этот сам спорт, он у нас прикладной. То есть он направлен на то, чтобы, бывая подготовка пожарных, была на высоком уровне. Есть выполнение упражнений или невыполнение упражнений. То есть, как бы, выполнение должно начинаться со старта и заканчиваться финишем. Если спортсмен на финиш не приходит, соответственно, он не выполнил упражнение. То есть других ошибок не бывает. То есть, если спортсмен ошибается, то есть, ну, априори он должен упасть с башни. Но такого не бывает. Либо он сходит с дистанции, просто на втором, на третьем этаже сходит, значит все, не выполнил упражнение. Спортивные навыки в профессии спасателя не просто преимущество, но необходимость. Порой жизненно важная. Однако в рамках соревнований адреналина добавляет азарт. Спасать никого не надо, а вот выложиться стоит по полной. Получается не всегда. Тяжело было первая попытка. Вторая попытка, стараюсь уже посильнее пробежать. Важность работы спасателей преувеличить сложно. В прошлом году оценить их профессиональное мастерство в полной мере довелось губернатору региона в рамках трагичной истории с лесными пожарами. Пожарно-спасательный спорт – это мастерство, выносливость, характер, как раз то, что нужно больше всего на боевом посту. Знаю, что вы все покажете очень высокий уровень подготовки, свои самые лучшие качества. У нас вообще очень уважают и ценят работу МЧС в регионе. У меня лично была возможность увидеть, в полной мере почувствовать, ощутить, проникнуться вашим нелегким трудом во время прошлогодних лесных пожаров. Все это, конечно, произвело неизгладимое впечатление. И поклон всем, кто выбрал эту нелегкую профессию. Среди команд участников – Калуга, Брянск, Курск, Белгород, Тула, Владимир, Рязань. Спортсмены разных возрастов – от курсантов до уже опытных спасателей с огромным стажем. С 2017 года. Практически два года. Года четыре уже. Да, год четыре. Плюс-минус два, три. Почему в морских учениках? Ну, не знаю, по душе она мне. Тем более родственники тоже работают в МЧС. Ну, я-то в спорте 40 лет уже. Начинал еще вот с таких. И бегал в Рязани в свое время, когда приезжали каждый год в мае месяце на турнир имени Зайцева у вас. Вот. Пожарная часть там. А так мы каждый год сюда приезжаем вот зимой. Бывают такие случаи, когда необходимо проявить вот именно физические навыки, там физическую силу где-то. Поэтому этот спорт, он очень сильно помогает мне. На такие манеж побольше в России будет все хорошо. Профессиональная, можно сказать, деятельность, подготовка. Как у нас сегодня подготовка? Как и всегда, наверное, как и у всех. И работаем, и тренируемся, и тушим пожары, и занимаемся спортом. Соревнования памяти Михаила Шабурова, рязанца, много сделавшего для развития пожарной охраны в регионе и для развития прикладного спорта. Именно при нем появились спортивные городки при каждой части. Проходят традиционно в два дня. Первый – штурмовка, второй – стометровая полоса с препятствиями. С перспективой мы, конечно, хотим развивать этот спорт. И у нас действительно замечательный манеж, он один из лучших в Центральном федеральном округе. И я бы даже сказал, в России, наверное, в десятку лучших он по-любому уходит. Поэтому мы хотим, чтобы это сооружение у нас поддерживалось в хорошем состоянии. И, конечно, хотим, чтобы такие турниры были всероссийскими у нас. То есть мы хотим, чтобы ежегодно этот турнир стал в статусе всероссийского. Прикладной вид спорта обязателен для всех сотрудников. Вне зависимости от того, планируют они участвовать в соревнованиях или нет, все пожарные обязаны выполнять определенные нормативы. От этого зависит их служба. Традиционный ежегодный день народных промыслов в этот раз был посвящен полотенцу-рушнику. Предмет быта хорошо знакомый каждому. Хотя и утратил свое ритуальное значение, все же символически связывает нас с традициями предков. Во всех культурных пространствах города прошли мастер-классы, выставки и лекции, посвященные рушнику. Когда-то рушник не выполнял роли полотенца для рук. Такая функция была у куска ткани с названием утирка или рукотерник. А вот рушник всегда нес роль сакральную, сопровождая человека в важнейшие моменты жизни. Рождение, крещение, свадьба, смерть. В обряде рушник выступал в качестве оберега либо украшения. Даже на территории Рязанской губернии, где в основном все декоративное богатство оказалось сосредоточено в костюме народном, другие предметы быта не особенно было принято украшать. Рушники, тем не менее, тоже были частью той сферы, где реализовалось художественное чутье, художественное гение, наверное, нашего народа. Символика орнамента с течением времени забыта, однако элементы геометрических, зооморфных, антропоморфных форм дошли до нас в виде традиционных приемов украшения концов полотенца. Бережно сохраняемые как плод кропотливого ручного труда полотенца-рушники передавались из поколения в поколение. Однако сегодня интерес к ним как к элементу самобытной культуры возвращается, что и находит отражение в творчестве современных художников. Как символический предмет, вышитая тканая, украшенная кружевом полотенца, появляется в произведениях живописи художников. Как символ национальной самобытности. И мы видим эти предметы и в натюрмортах, и в интерьерах, которые представлены здесь на выставках. Это преимущественная работа рязанских художников, как раз созданная в последние три десятилетия XX века. Многие предметы крестьянского быта со сменой исторических эпох перешли в категорию музейных экспонатов. Но традиционные полотенца-рушники остаются в жизни и даже в быту, как память о тех, кто желал нам счастья. На этом у меня все новости. К настоящему часу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин